МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатная пробная неделя. Запись по телефону 921-661-8007. Или в группе ВКонтакте. Апатитская школа скорочтения Ферсмана, 46. Учись с нами и будь гением. Какой прогноз приготовили синоптики? На четверг расскажу я, Екатерина Титла. Погода в Заполярье определяет два атмосферных явления. Циклон в Карском море и антициклон над Скандинавией. У подножия Хибин сутки начнутся с заморозков и снегопада. Небольшой интенсивности ночью до минус 2. Днем максимум плюс 1 градус. Четверг обещает быть солнечным и ветреным. В бегущей строке вы можете увидеть актуальный лавинный прогноз в Хибинах от службы лавинной безопасности кировского филиала АО «Апатит». В Апатитах ночью 0, минус 1. А в дневные часы ожидается потепление до 4 градусов со знаком «плюс». Ветер в порывах наберет скорость до 10 метров в секунду. Осадки маловероятны. В Мурманске ночью синоптики прогнозируют небольшой снегопад и похолодание до нуля. Днем столбик термометра доберется до отметки в плюс 3 градуса. При этом в столицу Заполярья ждет сильный ветер и плотная облачность. На юге полуострова сохранится теплая погода. Ночью в Кандалакше до 2 градусов со знаком «плюс», а в дневные часы около 7 градусов тепла. Однако и здесь ветер даст о себе знать. Световой день в Кировске в четверг продлится 20 часов и 48 минут. В Апатитах на 5 минут меньше. Год назад в России появился еще один профессиональный праздник. 19 мая отмечают День фармацевтического работника. Выбор даты не случайен. В 1581 году на Руси открылась первая аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов. И на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова